Перед нами модель пресс-подборщика ППР-155. Она работает с трактором класса 1.4 и может достигать производительности в 15 тонн за час. Соответственно, при минимальной мощности можно добиваться хорошей производительности и хорошей плотности прессования. Что еще хочется сказать про эту машину? Здесь установлен инновационный подборщик, который не имеет беговой дорожки, он константный. Как просчитано уже в условиях Европы, данный пресс-подборщик имеет на 58% меньше затрат на ТО и запасные части. За счет того, что нет системы беговой дорожки, нет управления граблин, здесь всего лишь два глухих подшипника, есть консоли, на которые устанавливаются граблины. Если не произошло какого-то удара, не поймали какой-то предмет в поле, то в принципе этот подборщик работает очень долго, долговечно и качественно. Еще хочу отметить немножко на расположение граблин. Ранее в подборщиках они шли прямой линией. Сейчас расположили эти граблины такой, скажем, лесенкой, елкообразной такой. Все это сделано для того, чтобы добиться максимально хорошего распределения массы с волка в прессовальную камеру. Чтобы механизатор менее, скажем, дергался и ехал по волку либо с одной, либо со второй стороны. Для того, чтобы был, скажем, рулон получен ровный, четкий. Упаковка материала здесь идет сеткой. Ранее в эти машины еще устанавливался шпагат дополнительный к сетке, но ушли от этого полностью по, опять же, нескольким причинам. Во-первых, машина на сетке работает более производительно. Иными словами, каждый пятый рулон у нее получается по времени плюсом ввиду того, что остановку данная машина, прессуя массу, делает только в одном случае, когда идет увязка материала. Либо шпагатом, либо сетком. В данном случае сеткой. Остановка при увязке сеткой рулона происходит где-то на 25 секунд. Если же идет упаковка шпагатом, как было ранее, то, в общем-то, остановка эта была в районе минуты-минуты 15 секунд. Сетку легко удалить. В сетке масса сена, будь то солома, хранится намного лучше. Она менее подвержена, скажем, влажности от осадков. Хочется отметить, что данная машина, опять же, имеет центральную систему смазки. Здесь установлен специальный бачок, есть система, есть эксцентрик, с помощью которого, регулируя его, можно устанавливать, скажем, подачу смазки на цепи данной машины. Это говорит все о том, что механизатору не надо терять много времени перед выездом в поле. Есть с той стороны специальная консоль, опять же, выведена, чтобы механизатор не искал какие-то моменты смазки. Эти консоли выведены воедино, скажем так. Они выведены воедино, чтобы механизатор их не искал, не дай бог, что-то не пропустил. Резиново-планчатый транспортер, скажем, здесь, опять же, есть возможность варьировать диаметр рулона. В зависимости от условий работы, от влажности, скажем, массы, уборки и так далее. Возможно здесь работать в диаметре от 1,25 до 1,5. Здесь вот сзади установлены специальные две консоли, две консоли, на которых есть вот такие вот указатели, с помощью которых с двух сторон, с помощью этого пальца устанавливается диаметр рулона от 1,25 до 1,5 в диапазоне каждых 5 сантиметров. Скажем так, из практики, машина, допустим, работая на сене и на соломе, при максимальном диаметре рулона в 1,5, значит, плотность прессования в этой машине доходит до 160 килограмм на метр кубический. Несколько слов еще хочется сказать о программном неком обеспечении данной машины, об его, скажем, управлении, удобстве работы механизатору. Здесь вот вместе с машиной идет такой вот пульт, он называется Бета-2, согласно которого сегодня механизатору очень удобно работать с данной машиной. Практически все операции данной машины происходят в автоматическом режиме. Плотность прессования, кратность обмотки сеткой, значит, учет урожая. Все идет на этом пульте. Машина делает сама. Что хорошо еще на этой машине, установлена система мини-стоп. Вот такая вот деталь, которая установлена сзади. Значит, рампа, так сказать, для ската рулона, которая позволяет без лишних движений выбросить рулон. Он скатывается на поле. И машина, даже не до конца закрыв клапан, может уже начинать движение и прессовать материал. Продолжение следует...